Здорово, атлеты школы воркаутов! С вами сегодня говорим об очень эффектных и простых элементах. Опять продолжаем тему про брусья и делаем вымах в упор вперед и назад. Достаточно простые базовые элементы, которые выполняются как гимнастами, так и воркаутерами, и могут быть развитыми в достаточно сложные вымахи в стойке и горизонты. Начнем с базы. Для того, чтобы дать вам понимание, что же это такое за вымахи, сделаем сразу и вперед и назад. Будем использовать вот такие вот накладки мягкие. Это, кстати, первый совет, если вы учитесь на улице, вот на таких тонких брусьях, обязательно используйте что-то мягкое, иначе будут одни синяки и долго не сможете ничего на бицепс делать. Это был хай. Вам, возможно, покажется, что это не такой уж клевый элемент, но посмотрите, как он может разнообразить ваши связки. Продолжение следует... Я же говорил, что такая динамика на брусьях в связках с статическими элементами будет смотреться просто очень круто. Мы говорили об эстетике, и, before moving any further, I want to advise you my courses. You can see them on your screen and on my site. I will put all the links below in the description. Still, we have summer bundles. Soon, really soon, maybe just in a few hours after uploading this video. They will disappear. So be in time if you want to get everything with really good price. Как я уже сказал, элемент является простым, но также элемент является техническим, поэтому вам придется следовать все равно неким техническим моментам, а также иметь некую силовую базу, про которую мы тоже обязательно поговорим. Один, первый технический момент, это чисто касается оборудования. Оборудования брусья должны быть достаточно высокими для того, чтобы вам хватало места проносить ноги здесь. Брусья недостаточно высокие для того, чтобы тянуть носочки, тянуть колени, поэтому получается коряга. Тем не менее, можно выучить сначала так, а потом уже на гимнастических брусьях, либо найти брусья немного выше, чтобы сделать это правильно и четко, и тогда это будет гораздо красивее. Итак, это был первый момент, и в принципе про оборудование здесь все. Мы уже сказали про мягкие накладки, они вам помогут, сказали про высоту брусьев. Дальше идут только технические моменты, которые связаны уже именно с выполнением. Итак, с места в карьер. Первое, что вам нужно понимать о технической составляющей, это амплитуда. Минимальная амплитуда, которую вы должны достигать, это тело горизонтально, в принципе, в уровень с брусьями, на которых вы делаете, собственно, элемент. Чем меньше будет амплитуда, тем сильнее вам придется помогать руками. Следующий технический момент, который вам четко нужно понимать, это точка, вокруг которой совершается движение. И именно эта точка будет ваше плечо, на которое я уже несколько раз показал, и вы, наверное, поняли. Итак, именно вокруг плеча. Вам кажется это очевидно, но очень многие делают ошибки, смещаясь вперед на махе, либо далеко улетая назад, и эту ошибку мы покажем. Итак, первая ошибка – это смещение центра вращения назад. Выглядит это так. То есть вас откидывает назад во время подъема, и тем самым вы не сможете выйти в упор. Следующая ошибка – это смещение центра вращения вперед и вынос тела вперед. Таким образом, вы тоже не сможете выйти в упор вперед, ни вперед, ни назад, и не сможете набрать нужную амплитуду для выхода, либо вперед, либо назад. В следующем моменте я хочу описать траекторию движения тела для того, чтобы получить максимальную инерцию и выйти наверх без проблем. Опять же, это должна быть плавная дуга. И именно поэтому ваше тело в тазобедренном составе должно быть, ну, плюс-минус прямое, потому что иначе вы сможете коленями вашими, болтая вперед-назад, просто сбрасывать эту амплитуду. Старайтесь этого не допускать и набирать инерцию по мере движения вниз, подхватывая ее наверху и уже выходя на бруси. А теперь посмотрим, как это делать неправильно и правильно. Видите, что колени болтаются, амплитуда сильно не набирается. А когда колени работают правильно и помогают вам набирать амплитуду, выглядит это так. Продолжение следует... Чем выше амплитуды, тем вам будет легче выйти. Мы уже сказали об этом. Но чем выше амплитуды, тем больше будет скорость и тем больше будет центростремительная сила, которая в нижней точке, когда ваше положение вот в таком положении, будет тянуть вас очень сильно вниз и вы будете вот так вот провалиться. Чтобы этого избежать и оставаться в правильном положении, чтобы не терять амплитуду, вам нужно применять достаточное усилие вашими широчайшими мышцами, пекторальными, то есть мышцами груди. Для этого существует базовое упражнение, наверное, единственное, которое подходит вот для этого элемента. Вот таким вот образом встаете и поднимаетесь с небольшой фиксацией наверху. Кстати, вот это вот силовое упражнение желательно делать без мягких подкладок, тем самым вы просто привыкнете к давлению, которое будет оказываться на вот эти вот места. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Ставьте лайки, как обычно. Подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok